Если каждый из нас решит, что он не будет воевать и не будет делать больно окружающим, то в итоге некому будет делать больно. Как они это делают, самцы бесстыжие? В действительности юрист занимается обслуживанием чужих денег. Я прощаю ошибки, но я не прощаю глупость людям никогда. Решил работодатель уволить человека, приходит и говорит, мне надо уволить человека любыми путями. То, что ты этому человеку симпатизируешь и вообще считаешь неплохим работником, это никому не интересно. Я поздравляю вас с наступающим международным женским днем, чтобы вы были такими красавицами, умными. Мы знакомы месяц, но мы уже так друг друга любим. Я такое ощущение, что мы знакомы всю жизнь и мы сейчас поженимся. Там еще комменты такие, неуважительно относился к оппоненту. Каждая сделка с совестью мне дается очень тяжело. Я плачу за это такую цену, которую я считаю не стоит того, чего я получаю. Я ценю людей, которым не все равно. Вот, в торжественной обстановке господину пацифисту. Это карточка на 15 тысяч, наша дебетовая внутренняя. Думаю, что в любой день, в любой момент прийти, в любом месте карточку, бульон, бильярд, кухню заказать. Для меня, я считаю, достаточно исторический такой момент, потому что мне было очень интересно понять, то есть, а за кого пользователи. Потому что мы сделали проект по чесноку как бы с администрацией Uvision. И я во многих вещах как бы полагаюсь на мнение ребят. Мне говорят, надо вот с ним разговаривать. Я иду разговариваю. Тут я что-то такое проявить решил инициативу. Вроде меня за нее не наказали. И вот, собственно, и у меня сразу вопрос. А каково это, когда за тебя целый сайт проголосовал, Макс? Ну, непривычно, странно. На самом деле, я не скажу, что для меня это было ожидаемо. Потому что я на Uvision, ну, там, 4-5 месяцев всего. И не ожидал, что там я могу какой-то серьезной популярности за это время добиться, да, там, по сравнению с людьми, которые там 3 года сидят, постят. И приятное, конечно, ощущение приятное. Вот. С одной стороны, очень меня радовало, что... Мне вот интересно, кто-то ребенка захочет после тебя, после интервью от тебя? Мне, во всяком случае, нравится так думать, что дело в моей искренности. Я пытаюсь быть честным, пытаюсь быть собой. И, ну, многим кажется, что я изображаю. На самом деле, я очень искренен в большинстве своих постов, своих комментариев. И мне кажется, вот, честность люди чувствуют. Причем, ну, не сознанием, а каким-то внутренним чувством. Люди всегда определяют, где человек честен, а где человек изображает. Вот. И, ну, мне кажется, это главный капитал. Вот. Ну, и потом Uvision, это все-таки Uvision. Я пришел после 5 лет блогинга в ЖЖ. И Uvision... А в ЖЖ как у тебя успехи были вообще, то есть? В ЖЖ я не стал топовым блогером, потому что, ну, в ЖЖ стать топовым блогером – это очень серьезно. Это, ну, на уровне миллионов раскрученное лицо. И в основном, или это, в принципе, раскрученные люди, там, писатели какие-то, актеры, музыканты. Или это люди, у которых качественный контент не просто потому, что они пишут хорошо, а потому, что у них жизнь нестандартная, да, вот, всякие путешественники, всякие журналисты... Ну, у меня с нестандартной жизнью не сложилось. Да, у меня жизнь достаточно обычная, поэтому там вот вылезти в какой-то топ нереально. Ну, и там топ, конечно, там десятитысячники в топе сидят, и там очень жестко с этим. Но ЖЖ, он такой сегментированный очень, то есть там нету такого понятия, как главная страница, где там все приходят и видят, и всеобщая популярность. То есть можно там в ЖЖ сидеть всю жизнь и общаться с десятью человеками, быть довольным и не знать даже, кто там в ЖЖ самый главный блогер и что там вообще происходит. Что там эта балерина недавно, да, там этот топ-лес устроила, да, то есть тут никак и не узнаешь, если по телевизору не скажут. А вообще в жизни, Максим, чем занимаетесь? Я юрист по образованию, работаю как-то юристом. Как-то? Как-то бумажки, да, все больше перекладываю. Вы в какой смысле? Я немножко просто по образованию вообще тоже юрист, то есть нам с вами все-таки легко будет. Кстати, звучало от наших комментаторов, что затрахали вы уже там со своими, блин, блогами. Давайте поговорите о чем-нибудь высоком. Ну я не знаю, но давайте о юриспруденции еще раз поговорим, почему бы и нет, мы-то готовы. Юриспруденция, надо полагать, цивилистика, да? Ну да. Потому что что-то вы на прокурора как-то не очень... Нет, я как человек пацифист, может вообще быть в этой судебной системе. Нет, я корпоративный юрист, договорное право, корпоративное право, трудовое право в моем направлении. А оканчивали что-то, если не себе? Высшая школа права, оделет такая была. Как так может быть юрист, пацифист, если честно, ну немножко это совсем ну такой вот прям нонсенс, как бы прям нонсенс, особенно у нас. То есть тяжело же это? Да, ну тяжело, да, потому что ну пацифист первичнее, чем юрист все-таки, пацифист появился раньше, даже появился причем до того, как я вообще узнал, что такое пацифист, то есть какое-то вот мировоззрение, мироощущение, которому я потом просто нашел название. То есть не было такого, что я там пытался соответствовать чему-то, просто я в какой-то момент понял, что вот это понятие соответствует тому, что я чувствую, как я живу. А вот Макс, я по давней традиции перебиваю, ты в курсе, да? То есть смысл вот пацифист, мы очень много слышали это слово, но давай чуть-чуть вот в него углубимся, пацифист это что? Ну, ну для меня это даже не какая-то там общественная деятельность, это просто внутреннее неприятие насилия, в первую очередь физического насилия, ну и насилия, конечно, над личностью, какого-то духовного. То есть, ну вот, я не могу совершать насилие, для меня это вот тяжело, очень сложно, как бы в работе это порой тоже мешает. То есть, ну, если говорить там лозунгами, да, то там за мир, против войны, против оружия, меня, например, много лет, очень принципиально мне не нравилось все, что связано с армией, и вся эта милитаристическая идея, как и многие утопические идеи, я считаю, что утопические идеи имеют право на существование, потому что они подтягивают вверх человека в общество. И это утопическая идея, которая заключается в том, что если каждый из нас решит, что он не будет воевать и не будет делать больно окружающим, то в итоге некому будет делать больно. Она не может работать, я это прекрасно понимаю, такого быть не может, но это подтягивает и дает определенный вектор развития. Вот я за это люблю утопические идеи, там, как тот же коммунизм, да, достичь невозможно, но это вот цель, которая, и ты уже знаешь, куда двигаться, ты уже знаешь, в каких тебе держаться рамках, это, ну, уверенность придает. Если она прям наполняет человека, то это очень здорово, то есть получается, вы знаете, зачем вам жить. Вы уже взрослый дядька такой? Да. А какой годик? Уже 30. 30-ник? Ну, вот еще немножко. И шутец в этом году. Будет с наступающим. То есть, вот 6 лет писать, это вот примерно сколько вы написали постов вот так вот, на вскидочку? Ну, там по 10 тысяч, мне кажется, в жизни. 10 тысяч постов? Ну, разного размера, не все, конечно, не все. Не, ну, не все там, Война и мир, да, понятно. Ну, это вот так вот, мне кажется. 10 тысяч постов? Может, поменьше. Я по гороскопу Лев, и Лаврову вот не понравится, что я говорю про гороскопы, а мне кажется, что есть какие-то вещи, которые объединяют людей по знакам зодиака, да, какие-то черты. И вот, как Лев, я чистолюбив, причем при этом как-то странно чистолюбив, я даже сам себе это с трудом могу объяснить. Я не карьерист, и мне вообще не интересует карьера, но мне нужно какое-то признание постоянно. Я не публичный человек, с другой стороны, я не хочу публично заниматься деятельностью, но мне нравится, когда, ну, вот меня слушают, меня уважают, над моими шутками смеются. И вот это, конечно, ввело в первую очередь вообще в принципе в интернет и в блогинг в частности, да, то есть до блогинга еще были форумы и всякая ерунда, с 2003 года еще. И желание само выразиться, то есть я как-то сейчас, может быть, в меньшей степени, а где-то лет с 20 до 25 у меня были такие большие творческие амбиции. Я считал себя очень творческим человеком. А сейчас что, пусть его-то к 30 минут? Я сейчас стараюсь вообще к себе всерьез не относиться и вот такие ярлыки к себе не навешивать никакие. Я просто стараюсь делать... Нет, вы вообще огромные навесили, пацифисты, ты нафигаси, это ярлык всем ярлыкам, это целая идеология. Ну, это я давно навесил просто. Это уже все, это клиника, то есть это не пройдет. Да, ну, я не вижу смысла, тем более в интернете так укрепилось. Когда-то я писал много стихов, когда-то я пытался там писать прозу. Писал очень плохо, писал не очень плохо, трудно оценить. Ну, все это, как говорится, как говорил Борис Борис Гребенщиков, весь рок-н-ролл придуман для того, чтобы девки давали. И, в общем-то, вся творческий человек начинается отсюда, на самом деле. Хорошо. А если у нас сегодня такая БГшная туса с вами получится, мне почему-то сейчас вспомнилось, вот из БГ, я очень люблю, там, такая песня у нее была там «Ветер, туман и снег, что-то мы не в этом доме». Ну, извините, но на вашем месте должна быть женщина. Вот, не бойся, стука в окно. А у нас, блин, женщины, нифига за них не голосуют. Кстати, мы когда в эфир пойдем, Сань? В воскресенье. В воскресенье, барышни, все я и увижены, и вообще всего Казахстана. То есть, я думаю, вот, надо... Раньше, по-моему, нам поздравить не получится, и позже мы не успеем, по-моему. То есть, дорогие наши женщины, есть очень много версий в отношении этого праздника, но лично я на ортодоксальных нахожусь позициях, я поздравляю вас с наступающим международным женским днем, чтобы вы были такими красавицами, умными, там, ну, я не знаю, ну, в общем, я, блин, стих какой-то я обычно рассказываю, но я сейчас не вспомню, потому что я весь пацифисте, то есть, короче, U-Vision, дамы, рок-н-ролл, давайте, чтобы все хорошо у вас было. А мне кажется, праздник это, в принципе, хорошо, и уже не важно, почему, если привыкли праздновать, уже хорошо, уже не надо ничего выдумывать, там, и я, в общем, не сторонник, там, инициатив таких переносит праздников. И мне кажется, главное, чтобы для женщин, чтобы вот их мужчин, не тяготила вот эта, как говорится, обязанность их поздравлять, чтобы они позволяли от души с удовольствием. В отношении к празднику такое должно быть. Мне вот эти вот рассуждения про гендерные праздники, про обязаловку, люди сначала решили для себя, что это обязаловка, а потом начинают с этим бороться. А вы пожелаете стать юристом кому-нибудь? Вот интересный вопрос. Нет, на мой взгляд, это, ну, во-первых, без моих пожеланий дофига народу станет юристами, я чувствую. Не-не, ну. Уже стало, да. А во-вторых, ну, я не считаю, что это какая-то профессия, которая вот реально ощутимую пользу приносит человечеству, если вот так вот в масштабе. Иногда хочется просто бросить все и комбайнером пойти работать. Вот это прикольно. Преследует эта мысль, потому что, чтобы вот реально ощутимую пользу приносить. Вот он здесь хлеб, ты вот его косишь, там, сеешь, и вот понимаешь, реально из твоей работы вытекает кому-то польза. А здесь, по сути, юрист, вот в нашей действительности, юрист занимается обслуживанием чужих денег, все. Больше ничего они не делают. Обслуживание чужих денег, причем, ну, вот, если брать корпоративного юриста. Те там косячат, а ты потом ходишь, говно разгребаешь. Да, особенно же, вот, трудовые вопросы, это вообще, я даже хотел какой-то пост об этом написать, но не собрался. Очень много моральных вопросов, фактических, для себя приходится решать, потому что решил работодатель уволить человека. И приходит и говорит, мне надо уволить человека любыми путями. То, что ты там этому человеку симпатизируешь, и вообще считаешь его неплохим работником, это никому не интересно. То, что ты вообще в итоге получаешься сволочью, потому что ты придумываешь только способ его уволить, это тоже никого не... Ну, вот такая работа. А бывают же и суды, и в итоге злодеем, получается, ты, достаточно сложно. Были у меня случаи такие, когда ты приходишь в суд, и ты понимаешь, что вот ты на стороне работодателя, работодатель не прав, не этически, не законно. И с другой стороны... И ты кончишь все равно этого бедолагу, потому как... Да, придется. Потому как тогда чего придется делать. Да, ну, а потому что, да, иначе это все... Все равно эту проблему придется решать как-то. И начинаешь себя раскручивать, начинаешь злиться очень сильно на этого работника, который, по сути, может, и не виноват. В каком-то бизнесе там, или вы... Это, опять же, надо перестанете пацифистом быть, да? То есть, там же надо у кого-то пойти, там что-нибудь там... Ну, не в этой стране. Мне, например, как говорится, симпатична такая версия бизнеса, когда, ну, вот я немножко на кулинарных темах в последнее время зациклен, допустим, в Европе создает человек там ресторанчик, маленький, там 10 столиков, там у него 3 человека персонала, он готовит какие-то фирменные блюда, его знают, его помнят, он всю жизнь не зарабатывает никаких миллионов, но ему хватает на жизнь. На жили-были. Да, он это делает честно, никого не обманывает, вот как есть, так и делает. Потом передает там сыну, внуку, и это там сотни лет существует. И это вроде бы и бизнес, но между тем, без этого рвачества, которое вот в этой стране бизнес, это рвачество, это вот набрать побыстрее и убежать, пока не нашелся хозяин. Определенные у людей есть склонности какие-то в жизни, интересы, да? Кто-то умеет рисовать, кто-то готовить, кто-то дрова рубить, а кто-то умеет бизнесом заниматься. Ему это удовольствие доставляет сам этот процесс. Кесареву, кесареву, слесареву, слесареву. А если это не дано, то это, у меня были в жизни примеры, это через такую, с таким скрипом все происходит, через такие трудности, что человек не получает удовольствия от этого, кураж не ловит, и вот он просто вот через все это ломится, пробивается, пробивается, и в итоге и высот не достигает больших, и в общем растрачивается очень сильно из-за этого. Поэтому я вот, мне не тянет, не интересно мне это там свое дело. Мне вообще не хочется много работать. Оптимист вы? Да я не скажу, что я оптимист. Я, ну, в большей степени, конечно, к такому позитивному настрою тянусь, но беспричинной эйфории и радости тоже не люблю я. Как-то я сразу посередине вот так реалистом, типа радуйся хорошего, готовься к плохому, вот как-то так. Не скажу, что я прямо оптимист, и мне вообще, мне кажется, это чисто темперамент, чисто вот природные черты человека. То есть, как бы хреново не было, если у тебя такой темперамент более легкий, ты быстрее с этим справляешься. Я, например, не могу долго переживать. Там, ну, даже поругаюсь там с женой, мне хватает два часа отойти, я веселый, нормальный, да, там. А есть люди, которые долго-долго-долго пережевывают. Это, ну, вопрос темперамента. Есть даже такие, которые виндетты там всякие устраивают. Да, у меня это вот не накапливается в голове. То есть, у меня более такой легкий фон жизненный, более легкий. Вот так вот я скажу. Надо полагать, Макс, вы книг много просчитали. Ну, немало, конечно. Если, как бы, можно, знаете, вот я не знаю, там, какой-то там топ-5, топ-10. Просто для меня всегда очень важно понять, какие, допустим, книги оставляли в человеке какие-то следы. Почему? Потому что, ну, это структура прям человеческая, да, потому что это определенные там ценности, определенные воззрения, да, то есть, и, как бы, вот для вас, может быть, сейчас кто-то не читал, так он пойдет, прочитает. Ну, если говорить про топ, наверное, на первом месте я бы называл «Идиота» Достоевского. Ну, замечательно, абсолютно. Я вот готов подписаться. Да, вот это очень такая моя книга. Я очень хорошо чувствую то, что там происходит. Вы там кого хорошо чувствуете? Ну, вот Мальскина как раз. Ну, у меня много в жизни было этих моментов неприятия в меня обществом, и поэтому я как-то чувствую. Вот. Потом, наверное, Стругацкий. Вы мне, представляете, какая проблема? Я себя перманентно чувствую всеми тремя братьями Карамазовых еще и папой в придачу. Представьте, какой ужас. То есть, я вот с этим совсем живу. Во мне четыре Карамазовых. То есть, вообще же, кошмар. Сложно. Очень. Вот люди, кто в Карамазове-то разбираются. Ужас. А Мышкиным, блин, ну, вот у меня не получится Мышкиным. Не, у меня тоже на сто процентов не получится Мышкиным. Я не настолько добрый. Я прощаю ошибки, но я не прощаю глупость людям никогда. Ну, то есть, не то, что не прощаю, я не забываю. У меня раз складывается. Если я вижу, что человек ведет себя глупо, я это... Живу глупо. Ну, вот в моем понимании. Ну, неразумно. Примерчик какой-нибудь. Просто, ну, потому что мы все перманентно тупим. То есть, и, ну, вот я не знаю, одна из, по-моему, самых больших глупостей в моей жизни, да, это то, что я ввязался в эти интервью, да, то есть, ну, как бы, я выгребаю там каждое воскресенье, да, непонятно на хрена, вот. И вообще, то есть, что я хочу, там, люди, может быть, наивно полагают, что я хочу весь бедолага там пропиариться, да, то есть, там, кто-то думает, что мне надо на телеэкран там идти, да, там. Сегодня он клоуном обозвали, вот. Как бы, да я вроде, вроде и не клоун. Слушай, представьте, ну, вот про глупость, то есть, это вот... Не, ну, сравниваешь всегда с собой же, как бы ты поступил, как бы, вот. А так, ну, какие-то вот бытовые вещи, я не знаю. У меня почему-то в жизни часто в ситуации видишь, там, например, люди женятся, сходятся. И вот в этих ситуациях зачастую просто, ну, такие откровенные глупости люди делают, там... Макс, например. Ты шикарные вещи говоришь, только давай примерами иллюстрировать. Ну, например, ну, тебе какие-то не хочется просто банальности. Я хочу уже от тебя, ребенка, просто. Не, ну, да пофигу, то есть, не, ну, ну, как это банальность? Это не банальность, то есть, отношения мужчины и женщины, там, действительно, цирку, там, воблин, по самые помидоры. Я 14 лет, блин, в браке с законом состою. То есть, это, чего там, только не бывает. И я, вот, как художник художника, я прекрасно понимаю. Но дело в том, что нас сейчас смотрит куча народу, да, которые об этом весьма абстрактное представление имеют, да. То есть, они, как бы, еще, собственно, не в процессе. Вот, давай, чего там. Ну, вот самая типичная ситуация, когда живет там девочка, имеет конфликт с родителями какой-то, да, имеет какую-то, там, жизненную неустроенность и себе внушает, что, в общем, ей надо выйти замуж. И это решит все ее проблемы, да, вот. Побыстрее выйти замуж, значит. Да, замуж, не так важно даже за кого, главное, что, типа, съехать от родителей, самостоятельная жизнь, там, ну, такое бывает, да. Это очень типично. И обязательно выходит замуж за первого попавшегося, кто позвал. Киправо это подонок. А он обычно зовет, потому что она ему уже всю плешь проела просто, что и пора замуж, и уже я не могу с родителями. И они женятся, и потом просыпаются, грубо говоря, утром, смотрят друг на друга и понять не могут вообще, что происходит. И, ну, и вот это же, как у меня, например, когда я был студентом, перед глазами много таких вот историй проходило. И потом человек пытается, там, придумать какие-то себе оправдания, какие-то уважительные причины, почему он так сделал, почему... Слушай, Макс, ну, я согласен, вот, что ты говоришь, абсолютно правильно. Но я вот ни хрена не понимаю, как правильно жениться. То есть, я вот женился, да, я подошел, говорю, так, вот, хочешь большой, чисто люби, все, блин, давай, я женюсь. То есть, я, если честно, не думал, да, то есть, почему советуют жениться, допустим, в районе. В районе возрасте, потому что, вот, и хорошо, что ты тогда тупой. Ты представь, в смысле, ну, тупой в каком смысле, что у тебя нет такого жизненного опыта. Представь тебе сейчас в твоем раскладе жениться. Сейчас тяжело будет. Сейчас тяжело будет. Вот, как Владимир Ильич залыбался максимально здорово. Вот. И пускай женятся, но, а как выбрать? Я не понимаю. То есть, по каким критериям? Я вообще считаю, что спешка нужна только при ловле блох, поэтому... Не, ну, окей, окей, давай, мы не смешим. Не в критериях дело, а надо почувствовать человека. То есть, вот это, когда мы знакомы месяц, но мы уже так друг друга любим. И я, такое ощущение, что мы знакомы всю жизнь, и мы сейчас поженимся. Ну, любовь, это, Макс, вообще. Это любовь, но, ну, все равно немножко надо же понимать происходящее. То есть, не то, что там человек может оказаться подонком, бог с ним. Просто вы можете друг к другу не подойти, это нормально. Ну, ок, я не понимаю, я, вот я понимаю, что ты говоришь, Макс. Я не понимаю, нахрен, как мне. Ну, хорошо, два месяца пожили. В смысле, я что, въезжать больше в это начну? Ну, чувствовать, это же все новое начало. У меня по-прежнему любовь, и что? На уровне вообще. Нет, я имею в виду. Люблю я, я для себя вот только нашел выход такой, что сначала мы просто начали вместе жить, без росписи. В гражданстве. Без ЗАГСа, да. Ну, и как бы, когда через два года не пропало вот это, а еще желание с человеком рядом просыпаться каждое утро. Ну, я решил, что это уже достаточно притеренность. А сколько в общей сложности в браке? Ну, пять лет в браке, а живем вместе, получается, семь. Ну, дай бог. Ну, как бы, ну, я не знаю, я в этих вопросах не понимаю, да, то есть, вот, чего делать, то есть, вот, все, что ты говоришь, абсолютно правильно. Но, вроде, все вокруг как бы не идиоты. Почему у нас тогда там в каждом третьем браке или втором, да, полное дерьмо творится? Вот, например, хорошо, когда мужчина начинает изменять женщине, девчонке привет, как они это делают, самцы, бесстыжие, вот. Это что такое вообще? Ну, мне кажется, это как минимум вина обоих, да, то есть. А она-то чем виновата сердечная? Он недополучает чего-то в этом браке. Ну, то есть, я не скажу, что на 100%, но частично могу. Ой, тебе сейчас затру люк. Ой, ты сейчас что сказал? Чуваки, а я вот против. Ну, то есть, если человеку хорошо, он не будет искать. Ну, есть определенные... Да нифига, половина мужиков это спорт, блин, да? То есть, они вообще ничего не ищут. А спорт, это вообще проблема с воспитанием из детства, на самом деле. Это же... Человек самоутверждается постоянно. Это, ну, вот маменькины сынки, например, с донжуанами становятся всегда, потому что мама подавляла все детство, и он всегда себя ниже женщины чувствовал, и он до конца жизни пытается доказать себе, что он выше женщины, что вот, и не то, что одной, а всех выше женщин. А маму все равно не может подавить у себя в голове. То есть, это... Это анти-эдипов комплекс получается. Да. Так получается. Это на самом деле в каждом конкретном случае можно, в принципе, разобрать и понять, ну, в какой-то степени, конечно, не полностью. Но мне кажется, так не бывает, чтобы все прекрасно, все замечательно... Слушай, а Макса бог есть? Ну, я не думаю, что. Я циник, вот в этом смысле я циник. Ну, я себя в последнее время агностиком называю. А это как? Ну, я не знаю, есть он или нет. Если узнаю, то поверю, наверное. Вообще, я считаю, никаких универсальных рецептов в жизни не бывает. Не бывает такой рецепт, который поможет всем. Как заработать денег, как стать счастливым, чего подарить своей девушке на 8 марта. Не бывает таких рецептов. Они всегда ущербные, универсальные, они всегда ущербные. То есть, тут важно в конкретной ситуации думать, и поменьше проецировать на эту ситуацию свои какие-то прошлые неудачи. Это мешает очень страшно и сильно. То есть, из-за того, что у тебя чего-то не получалось в прошлом, это вообще не значит, что у тебя не получится теперь и что все вокруг тебя нехорошие люди. Нет, ну согласен. А вот вторая книга, смотри, у нас как с первой хорошо получилось. Слушай, а что со второй-то будет? На угле, да? Сейчас люди и погнали. А вот про животных. Не, я вот подумал, что Стругацких, наверное, я назову. Причем, ну, я не воспринимаю их как там вот, чтобы взять одну книгу. Я их читал всех и вот как-то для меня вот она одна большая длинная книга. Ну, они так и называются «Миры братьев Стругацких». То есть, они создали миры. Тут связаны, да. То есть, можно выделить там, конечно, «Трудно быть Богом», такая сложная моральная штука. Можно тот же «Обитаемый остров», там, про фильм не хочется говорить, а книга тоже такие вопросы ставит. Там Макс же, да, этот боевик был? Да, да. Все, все, я помню. Окей. А вот писатель, это вот как? Потому что мы вот недавно беседовали, мне один товарищ весьма внятно, ты знаешь, доказал. Ну, как доказал? Попытался доказать, что время писателей, в общем-то, ушло. Что то, что свыше одного поста, вот, ну, стандартного там поста, это все, много букв, и это все, это кирдык. Ну, я тоже в какой-то степени раздену, потому что, например, есть такая проблема, я на себе ее чувствую, что интернет сейчас дает, ну, не только интернет, такая скорость к подаче информации, и такой ее объем, она сжатая, концентрированная вот тебе идет, что ты привыкаешь к этому, что ты постоянно получаешь много, коротко и понятно эту информацию. И вот потом, когда ты открываешь книгу, и вот неспешный книжный стиль, три страницы. Описание природы, да, такая, на четыре, там, это... Возникает ощущение, что ты вот убиваешь время просто своей жизни в какой-то момент. Тяжело, тяжело, и там, вот, после работы, то есть, надо, чтобы как-то захватывало. С этим сложно, и сложно объяснить, наверное, будет новому поколению, зачем эти книги читать, учитывая, там, какой мизер информации. Ну, да, и писатели сейчас приспосабливаются, то есть, сейчас, сейчас вот в моду и вошли такие писатели, как, например, Пелевин, да, который делает строчку из трех слов, и кто понимает, тот видит там целый мир. Там курить надо, по-моему. Да, там, во-первых, надо курить, во-вторых, надо иметь... Так ты, если не курнешь, по-моему, в мире не увидишь. Мне тоже кажется, да. На меня, не знаю, ну, так, наверное, будет не очень обычно, большое влияние оказала книга Михаила Веллера «Всё о жизни» она называется. Это не совсем художественная вещь. А Веллер, подожди, это не тот, который транссерфинг придумал? Нет. Не он? Нет. Веллер – это ленинградский еврей, который живёт в Таллине. Легенды Невского проспекта, вот у него известные. Нет, не читал я его. В «Всё о жизни» – это такая компиляция из всех возможных философских течений и штуков. Для чего складно излагать компиляция? Всё-таки я хочу от тебя, ребёнка, можно. Вот. То есть он везде так понадёргал, конечно, он это подаёт как свою собственную идею, но как-то это так сложно, что некоторые вот жизненные процессы прямо объясняют убедительно. Даже если это неправда, то это всё равно объяснение, с которым можно оперировать и уже проще сходится. В общем, я вот где-то вычитал недавно, что если общаются два еврея, то обязательно есть три мнения. Так что, ну, поэтому, как бы, всё и понятно, собственно. Да, да. Вот. Как ты на меня вот в своё время сильно повлиял. Слушай, а чём вообще с сетью будет? Вот ты уже, если с 2004 года, де-факто получается, у меня с математикой плохо, 7 лет как на работу. Ну вот, по большому-то счёту. И надо полагать, однозначно можно тебя считать человеком сети. Потому что, вот мне кажется, понять сеть где-то через год хоть как-то она начинает доходить вообще до тебя. А 7 лет – это, я считаю, уже, ну, такой, как бы, клинический диагноз, да? То есть, ну, в хорошем, там, смысле, там, или в плохом, я не знаю, пускай там история нас, да, рассуждает. Я пришёл в интернет, ещё немножко застал кусочек той эпохи, когда, ну, интернет – это была вообще свобода, всё бесплатно, всё, что хочешь, делай. Никаких модераторов, никакого контроля, все наивные, на каждом сайте форума или чат, можно в любое прийти и сказать своё великое мнение, никто ещё не закрывается. В ЖЖ тоже ещё как-то таких бешеных столкновений не было. А потом пошла тенденция упорядочения всего этого. То есть, меня вот забавляет, что, например, я писал, там, ну, пусть три года в ЖЖ, и там, а до меня люди ещё дольше сидели, писали, вели блоги, там, чего-то делали, и никто не обращал на них внимания, никто, ну, там, ЖЖ, сайт, люди пишут. А потом раз – блогеры, гражданская журналистика, блогеры, как будто он появился в прошлом году. Всегда это всё было, и тут вдруг, опа, ну, это не только у нас, там, что, там, из-за YouVision, а это на каком-то таком вдруг заметили, вдруг заметили, там, Медведев пошёл в блоги, все пошли в блоги, все вдруг поняли, блоги – это круто. А до этого люди пять лет писали, и никого это не волновало, то есть, а сейчас это подаётся, как такое, там, типа… Ну, понятно. Ну, окей, да, ну, вот, как бы, хорошо. А следующее, у тебя, вот я гляжу, с аналитикой-то всё хорошо. Ну, и следующее, вот сейчас все кинулись, там, сейчас это, я не знаю, там, трендсетторы, да, то есть, это быть в тренде, писать блоги, там, всё понятно. И вот эти люди, которые сидели и крапели, правда, что там три года, да, то есть, у них сейчас лёгкое недоумение. Ну, а что, тебе нормально? Да нормально, ты не зря вот сидел, крапел, ты, вот, посмотри, как на сайте-то. Это ж важно, то есть, люди выбрали тебя, это, я считаю, это очень круто. То есть, потому что, ну, за что-то же это, да, то есть, надо полагать тебя, вот, сегодня первый раз в жизни все увидят, и люди основывались только на том, что ты пишешь, на твоих мыслях, значит, они им близкие, созвучные, это дофига делов, на самом-то деле. Ну да, я просто, меня немножечко пугает вот этот вот большой шум вокруг блогов, вокруг интернета, потому что, ну, вот я вижу аналогию такую, вот в своё время, допустим, появилось радио, появились какие-то энтузиасты, которые сделали свои эти радиостанции, крутили, что-то там, вещали там на пять километров вокруг, никто всерьёз не воспринимал, всё прекрасно, свобода, как фильм этот, про, забыл я, радиоволна или как он называется, про английское это радио, и всё прекрасно, рок-волна. А потом в какой-то момент аудитория достигла критического минимума, и вот эти вот люди сверху раз заметили, что радио имеет влияние на человеческие умы, радио стало инструментом. И сразу начинается упорядочение всего этого процесса, сразу начинается расставление ролей, начинается влияние, в итоге мы получаем радио, музыка, новости, музыка, новости, ничего лишнего, все одинаковые, переключишь, час не поймёшь, что случишь. Демильное утреннее шоу. Да, да, с одинаковыми голосами, одинаковыми конкурсами. То же самое с телевизором было, то же самое с газетами, то есть был же период, независимые газеты, свободные, дадзебао, листок на стену, мы говорим, то есть и… Слушай, ну неужто так и с интернетом получится? Ну мне бы очень не хотелось, но вот когда начинают много говорить про гражданскую журналистику, про то, что блогеры это сила, вот они сила, пока к ним не привлекают внимание тех, кто побольше силы. А когда начинается волсатая рука и раз, как иногда уже возникает ощущение, что кто-то пытается уже регулировать эти. Раз, допустим, на ювижене серия постов про политику, про выборы, про президента, раз, сменяется серия постов про казахский язык и национализм. Все, внимание отвлекли от политических вопросов, люди между собой грызутся, срутся, достигнута цели, разделяя властву. Иногда возникает ощущение, что ну как-то это так легко направляется этой рукой. Ну вообще, сегодня вот в одном из комментов я прочитал на ювижене, что все соцсети рано или поздно будут завоеваны и нагнуты спецслужбами. То есть, собственно, в этом контексте, ну, а что ты хотел? Ну, соцсети-то это, разумеется, там нет сомнений. А блоги просто рано или поздно придумывают правила игры и вынудят их соблюдать. Вот так я говорю. То есть, раньше каждый мог себе поставить печатный станок у тебя на кухне, печатать эти листки и утром раздавать, а сейчас почему-то уже не может. Казалось бы, это тоже была свобода, там свободная пресса, сколько криков было, четвертая власть, все. И постепенно, не сразу, но постепенно это все упорядочили, это все причесали и сделали так, как это удобно. Уже ты не поставишь печатный станок, КНБ тебе даже купить его не даст. Не, а мы-то что делать будем тогда? То есть, вот сейчас там куча народу, которого привлекает именно то, что там есть какая-то возможность как-то выражаться свободно, но почему вот был такой большой резонанс вот по этому круглому столу, да, вот я не знаю, наверное, читал, что ведь и попытались, это же все начинается с рекламных каких-то правил. Вот, то есть давайте выделим определение черного пиара. Вот, то есть кодекс, начали писать кодекс, потом начали, потом мы напишем комментарии к кодексу, потом будет пленум, понимаешь, верховного суда, и все, и приехали. То есть там, конечно, там будут какие-то люфты, но это снова строим там, снова куда-то. То есть твой прогноз скоро у нас, в смысле построят нас в интернете. Ну, мне кажется, что рано или поздно за жабры возьмут создателей сайтов, да, модераторов, админов, которые, по сути, могут контролировать этот процесс так или иначе. Ну, во всяком случае, к этому идет. Я бы хотел оттянуть этот момент как можно больше, поэтому я не люблю, когда начинают с серьезным видом конференции устраивать, мы блогеры, как нам дальше страну двигать. Вот мне это не нравится. Во-первых, так нельзя к себе серьезно относиться. Даже у депутатов парламента это смешно выглядеть, когда они это серьезно говорят. А у блогеров тем более. А во-вторых... Не, ну где-то это звучало, что сейчас куча народу, да, как бы они реально уверовали в то, что вот они там четвертая власть. Ну да. Что вот последний момент, когда вот сегодня, не знаю, свежую программку видел, когда юноша, да, там молодой совсем взял, там сайт против коррупции засобачил. Он же правда верит, что этим он как бы не испортит себе кардинально жизнь, да, навсегда, да, то есть, а как бы победит как бы коррупцию. Такая вот глубокая штуковина. То есть, и сейчас, как бы мне кажется, вот, все вот в это уверовали, что можно вот это вытащить какой-то там, ну, социальный изъян, которым по тысяче лет. Угу. Им же тысяча лет. Ну да, они всегда. Что они раньше-то, в смысле, ну, то есть, тысячу лет с этим, там, мне вот понравилось, недавно на тему коррупции высказывали, мы не пытаемся побороть коррупцию, мы пытаемся снизить процент коррупции в стране, потому что, ну, побороть, ну, коррупция, она заложена в человеческих чаяниях и печалях, прежде всего, то есть, человек слаб человеку. Ну, вот пишут, а, блин, да я тороплюсь, я дал взятку гаишнику, да. И потом, восемь тысяч тенге штраф. Гаишнику, там, надо дать всего лишь тысячу. Да, конечно. Парочку. Восемь тысяч, в конце концов, невыгодно, давай. То есть, каким образом? Я про интернет. Давай, давай про интернет. Да я все-таки склонен считать, что... Сейчас опять скажут, было ведущий, перебивался беседником. Там еще комменты такие, неуважительно относился, блин, к оппоненту. Мы твою дивизию тут разговариваем вообще, да, у нас это... Я не могу. Втравил меня в этот, блин. Зехер, блин. Интернет, да, мне кажется, интернет – это инструмент, на самом деле, в большей степени только инструмент. То есть, вот и аналогию эту не я, наверное, придумал, но я считаю, что я придумал, что если человек, как, ну, вот эта старая фраза, если человек купил фотоаппарат, не значит, он стал фотографом. Даже если человек завел блог, это не значит, что он стал блогером, гражданским журналистом и реально получил какую-то власть и реально кто-то его будет слушать. По сути, расклад такой же, как и в реальной жизни. Если ты чего-то стоишь, то тебя заметят. Если ты ничего не стоишь, ты можешь 10 блогов завести, все завесить там фотографиями и постами, простынями и ничего не произойдет от этого. То есть, ну, тут очень сложно обмануть людей, на самом деле, свою ценность увеличить. Особенно в формате блога. Это вот какие-то другие есть места в интернете, где можно легко произвести впечатление, дешевый авторитет завоевать. Например? Ну, там вот раньше, почему-то мне было приходить чаты всякие были, там очень легко из себя там мачо состроить, там такого, когда это, ну, такой вот дешевый простой авторитет, где все настроены как-то положительно и никто ни о чем не хочет думать. Заворачиваться. Да. В блоге ты можешь на один день изобразить что-то, второй день. Да-да, но потом ты спалишься, да. Все равно это вылазит все, чего ты стоишь. Не в блоге, не в постах, а в комментариях все равно рано или позже. Чуть ляпнешь. Да. Кто-нибудь спровоцирует обязательно. Там уж помогут. Никогда не денешься. Там помогут. Вот. Вот. Поэтому это инструмент, который сейчас еще, его ценность в том, что он не зарегулирован до невозможности. Вот. Ну, просто вот аналогия опять же приходит в голову. Едешь на природу за город, находишь очень красивое место, поляна чистая, замечательная. И всегда думаешь, то ли рассказать всем знакомым про нее, и через год засрут все, как это положено. Все будет в пустых бутылках, будет машина, негде встать, негде припарковаться. Да-да. Там еще в бубен кто-нибудь даст написать. Дело не в том, что интернет. Дело не в том, что там уже все давно поняли, что можно написать, и все прочитают. И типа, ты будешь чувствовать, что ты такой писатель. И можно пойти Гришковцу в лоб сказать, ты козел Гришковец. Да, и в такая близость с читателями не радует. А он же так и написал, что, ребят, я вот слишком контактное единоборство. Я уже тоже где-то начинаю его понимать, блин, каждый день, как не быдло такое, что ты будешь. Гришковец, блин, я тоже вот молодец, он как-то это, ну-ну. И вот из-за этой шумихи у людей создается ощущение, что блог – это какая-то реальная власть. Люди за властью идут туда. То есть, тебе верить будут, потому что у тебя… Ты не просто так это сказал, а ты это написал в блоге. Тебе за это будут верить. Вот эта иллюзия никому на самом деле полезной не будет. Поглубже даже, чуть-чуть к окну. Вот смотри, такой вопрос. А вот как пишется, по твоему мнению, настоящая книга? Ну, мне кажется… Из-за чего-то того, что ты в Бог-то не веришь. Нет, мне кажется, нужно пережить что-то такое, что… Нет, нет, нет. Вот. Ну, ты сам вот, ты вспоминай, ты… В смысле, ты сидишь с циркулем, с линейкой… Нет, конечно, по наитию все. Во, во, наитие. То есть, если завтра у тебя выйдет на эту бумагу, на эти клавиши, в эту цифру, представь какая-то нетленка, она откуда будет? То есть, но это ладно, это еще полбеды. Получается, что кто-то тебе это надиктовывает. Ну, это как одна из версий. Я на ней не настаиваю, так прям, чтобы… А твоя, как бы, ипостась. Просто быть возможно это услышать. То есть, вот своей жизнью ты себя готовишь просто, чтобы это, ну, вот, ты смог услышать, потому что оно может и… Ну, да, понимаю. Понимаешь? И ты услышал и написал. Вот я так себе формулирую настоящих писателей. Они просто довели себя до такого состояния, что они подключились там, я не знаю к чему, и выдали оттуда вот это, чего они выдали. Потому что я не понимаю, как можно вот сесть и написать вот того же идиота. Ну, как ты его напишешь? Господи, прости. Ну, ну, что ты не написал до сих пор? Чего я не написал, идиота, блин? Самсон, ты написал, идиота? Не написал, блин. Да, нет, я согласен. Это, причем, как только, ну, вот он выходит на этот уровень, писатель, и вот в этом состоянии там, как не от мира всего, вот он пишет, и если он возвращается опять на землю, грубо говоря, да, вот много случаев, знаю, какая-то приходит, респектабельность, да, грубо говоря, то есть возвращается к вот этим ценностям, из этого вот экстаза творческого выходит, то потом он ничего написать не может настоящего. Такая есть жизненная концепция, не знаю, я ее сам придумал. Ничего. Что в жизни есть один путь правильный, ну, вот у каждого человека, правильный путь, вот для меня, я вижу его, это такая широкая протойная дорога, по которой тяжело идти, очень сложно, много проблем там, вот честный, прямой, который вот очевидный вроде как путь, но по нему редко кто идет. Есть много вот этих ответвлений, легкие пути, которые в тупик потом приводят. Они кажется, что ты сейчас раз и срежешь, а в итоге ты приходишь в тупик и идешь назад. И вот здесь писатель может власть над умами, он должен прийти к этому своим талантом, своим даром, если дано, значит, дано. Он придет к этому через интернет, через бумагу, через выступление на площади, он придет к этому, если у него есть к этому, значит, способности какие-то, если ему это дано. Он же еще и мозги открытые должен держать, потому как если он в этот момент думает, какой марки ему купить Лексус и где пробить на это бабок, надо полагать эта инфа мимо пролетит. Да, все. Слушай, а вот это вот, есть такое высказывание, оно в общем-то, легче верблюду пролезть сквозь игольное ушко, чем богатому попасть в рай. Ну, прокомментируй. Про деньги вообще, ну, надо полагать, пацифисты, они в смысле за бабло особо не грузятся. Да, у меня с деньгами не очень хорошие отношения. Ну, в смысле, я вот… Я… Макс, я вот начинаю понимать, хрен за тебя этот ВЗВИЖЕН голосует, то есть я вот, я говорю, я уже на протяжении интервью два раза вот уже, собственно… В смысле экономической философии я, наверное, марксист в вашей степени. Зараза умный же еще марксист. Нет, мне приятно, понимаешь, то есть, как бы… Сегодня мне приятно особенно быть быдлом, Марс, твоим присутствием. Потому как это хоть первый… Один из немногих случаев, когда я быдло по теме, да, то есть, ну, давай, окей. Про марксизм остановимся. Вот. Я просто… Ну, такая у меня профессия, наверное, что я очень хорошо знаю внутри, как делается бизнес, все вот эти процессы и насколько это все делается законно, честно, и там, сколько делается допущений, сколько всяких читерских ходов. И после этого невозможно поверить там, в честно заработанные миллионы. Можно заработать какие-то деньги своим трудом, если у тебя есть какой-то талант, то побольше заработать, допустим, тот же самый писатель. Побольше, но реально там капитал, богатство, как в марксе написано, в основе любого капитала лежит преступление. После определенной грани, или ты идешь дальше уже по головам, уже просто забиваешь на это все и, то есть, на то, что кто что про тебя думает, на то, что ты увольняешь человека, куда он пойдет, все. Надо, значит, надо. Там, кинул конкурента, он повесился, его проблемы. Все. И… Ну, этот дарвинизм побеждает сильнейших. Да, да. Или ты просто дальше уже не сможешь ничего добиться, ты останавливаешься и все. Вот. Это, ну, сильнейший, да, но тут много сделок с совестью, просто кажется, да, сам для себя решает, насколько… Я вот вижу смысл жизни… Слушай, но Ван Гогом помирить тоже не прикольно, Макс. Вот ты тоже понимаешь, что, как бы, сделки с совестью, сделки с совестью, понимаешь? Наверное, у тебя любимая одна из вещей Ильфа и Петрова, помнишь? Что был в асессуале Лоханке, который размышлял, как бы, о значении русской интеллигенции, но была еще Варвара, которая имела большую белую грудь, там, третьего размера, регулярно ходила на службу. Вот. То есть, получается, о судьбе русской интеллигенции ты размышляешь здорово, но меж тем на службу таки ходишь. Нет. Понятное дело… Я не говорю, что… Я не моралист. Вот меня… Из меня любят лепить моралист. Да я не лепу. Я слушаю. Я не моралист. Я за целесообразность. Просто вот я так организован, что каждая сделка с совестью мне дается очень тяжело. Я плачу за это такую цену, которую, я считаю, не стоит того, чего я получаю в итоге. В какой-то момент я это понял, мне это не нравится. И я из простых соображений скажу, что вот когда я буду умирать, я… вот сколько у меня там было бы денег, лексусов и яхт, ничего с собой я взять этого не смогу. И вряд ли меня это будет очень радовать, когда я буду умирать. А когда я буду умирать, я буду думать о том, как я прожил эту жизнь, честно или нет. Сколько людей меня уважало как хорошего человека. Сколько людей бы меня с собой в разведку взять захотело. и я буду думать, могу ли я честно и вот не боясь посмотреть в глаза своим детям и сказать, что я вот как-то жизнь прожил достойно человека. И вот собственно… 30 лет об этом так вот уже по-взрослому задумался, слушай. Не, ну это… я утрирую, конечно. Не, ну а как, нет. Ну это… Ты же смотри, как ты это четко говоришь. Да. Отполагать, это ты не сейчас придумал. Ну это вообще как бы отец в меня вложил, да. То есть это воспитание отцовское. Ну мне просто понятно вот это ощущение, то есть прожить так, чтобы мне было стыдно в конце концов. За бесцельно прожитые годы. Да, бесцельно. Ну то есть я вот из каких-то таких соображений… Ну это опять же отличие человека от животного. То есть если ты всю жизнь только тем занимаешься, что свои низменные инстинкты удовлетворяешь, то как-то ничем от животного ты по итогам жизни-то и не отличаешься. А как говорится человек отличается тем, что у него есть мораль, есть мозг, есть излишек энергии, который позволяет поступать вопреки инстинктам в соответствии там с какими-то вот нравственными своими принципами. Ну вот видимо не зря это дано. Ну шесть в десять. Не, ну очень хорошо. Не, да, не, ну это кайфно. Ты знаешь, люди очень редко, вот с детьми Шавом мы об этом говорили, да, что люди очень редко могут одинаково хорошо писать и одинаково хорошо говорить. Вот в интернете какие у тебя такие укромные местечки есть где тебе кайфно, комфортно? Вот на Uvision 2-3 часа в день, а еще где вот, где тебя можно там как бы застать? С ЖЖ я не уходил никогда. С ЖЖ у меня такой уютный домашний там блог, там я практически не пишу в сообщество. То есть у меня там ну 300 френдов из которых реально меня читают, ну я думаю человек 100 максимум. И вот там я какие-то пишу дыбры, какие-то такие более жизненные вещи про детей, про семью, про природу там. Ну какие-то такие ощущения, которые на Uvision писать пока бесполезно. Пока я пробовал это, пустое абсолютно. Я иногда стих опубликовал, заминусовали на хрен. Хотя стих про интернет был, что важно. То есть, что там плохого там, скиньте эту ссылку на май, заложи апрель в закладке, ну там как-то в рифму было, я сейчас так не скажу. Очень хорошее сообщество опубликовало, блин, интернет в Казахстане, все как положено, блин, хрена на минусовали, непонятно. Надо было про этот Баркэмп написать. Скоро Баркэмп, все пойдем на Баркэмп, плюсиков насобачили. Ну у меня в ЖЖ френды постарше, конечно, намного чем на Uvision, там более такие вот уже 30 с плюсом, там такие домашние, детные, то есть там немножко другая атмосфера. Я немножко из-за этого избежал на Uvision в какой-то момент, потому что… Дети тоже там… Ну я не могу там писать на политические, на социальные темы, это бесполезно. Проза жизни там уже тоже… Да, там хорошо писать про детей, но там бесполезно писать, да, про выборы. Во-первых, там вообще казахстанцев мало. А ты в смысле про выборы что-то написал, что ли? Я про референдум писал, да, было такое. Не, просто… А нафига ты вот про референдум написал? Не, мне просто… Да, иногда вот просто хочется на такие вот острые темы социальные. Мне просто, знаешь, вот как бы всегда интересно, что люди чего-то там пишут, вот от тебя, кстати, это сегодня прозвучало, в надежде на то, что вот они прямо после этого прочтения, вот оно возьмет и само изменится. Но ты-то вот как юрист, да, то есть как человек, понимающий вот эти социальные как бы процессы, которые там, я не знаю там, их менять вообще, ну очень сложно. То есть это просто, я не знаю, но их понять так как следует очень тяжело, а уж еще предложить какие-то алгоритмы решения, сколько-нибудь меняемые, вообще тяжело. Я вот по этой причине про политику как бы не пишу, потому что ну надо написать там, что у нас там все там, я не знаю, плохо, да, ну все плохо, следующий вопрос, меня так учили, ты расскажи, как хорошо там должно быть. А поскольку я ни хрена не знаю, как правильно сказать, как должно быть хорошо, я не понимаю, ну а зачем написать, как все плохо? Я вот на самом деле не считаю себя каким-то там носителем какого-то месседжа такого там серьезного, что я пришел там нести людям чего-то. Я развлекаюсь так на самом деле, на самом деле я развлекаюсь, я как-то самовыражаюсь, у меня работа скучная просто, поэтому я в блок веду. Не, молодец, ну и здорово, даже в сеть каждый приходит нафига-то за своим. Да, в какой-то момент я разделил в своей жизнешней работу отдельно, а самовыражение творческое отдельно. Я, честно говоря, не был готов вообще к такому ажиотажу вокруг меня на Ювижне. Я пришел, думал, кулинарные посты потом увлекались. Потом, да, что-то стал ходить, комментировать, потом стал писать зачем-то. Ну, как-то пошло. Я привык, что в ЖЖ как бы, там есть у тебя определенное количество людей, ты пишешь пост, уже знаешь, кто что напишет тебе. Все это, все мирно, тихо. Написал отзывы, получил, все прекрасно. Нет, тут весело же. Тут интересно. Нет, с молодежью всегда весело. Люди молодые, вот они. Я что-то там, вот я не уверен, что в последнее время, да, я вот с кем не разговариваю, я их не ощущаю по мозгам такой уж молодежью. Ну, да. Вот мы все, которые все не пишем в этом, я не знаю, какое там, девятое интервью, вот, были там 22-летние, так они по годам, ты послушай, что они говорят. Ну да, что заслушал. То есть это же, они же, ну в каком месте они молодые, то есть они сидят и вещают такие вещи, что сидишь вот так думаешь, господи, прости, что это было. Вон, Самсона, блин. Понимаете, ну он молодой, ну ему положено сейчас бегать, там девка хвосты крутить, блин. Вот хрена, он же, блин, день и ночь сидит, работает, кадры вон. Еле выгнал на интервью. Я горбатый получил сам, блин. Достал, блин. Попробуй это вырежи теперь, блин. Вот. Не хотел вообще, говорит, да ну я не буду, блин, я в кадре горбатый, идите все в жопу, блин. Его всем ювиженом его туда пинали, а он видит, как Иванушка, вот так вот уперся, то есть я не знаю, час потратил, прежде чем его оттуда выгнать. А потом пофигу, да. Я хочу сказать, что на ювижене меня удивило такое дело. Я ценю в людях какой-то точек, когда-то я для себя сформулировал давно и вот с этим живу, я ценю людей, которым не все равно. То есть в нашем мире вот это какое-то очень ценное стало качество, если человеку не все равно. Если вот у человека не заканчивается вот здесь сфера его интересов. Потому что сейчас модно быть там индивидуалистом, эгоистом, не грузите меня своими проблемами, не интересно, что вокруг происходит. У меня все хорошо, вот мне сытно, отлично все. Таких людей вот особенно в этой сфере там бизнеса, их что-то так много стало, что это просто невозможно. И я понял, что вот интересно с людьми, которым не все равно, которым просто может и не по делу, может и бесполезно, но могут поговорить на разные темы и их волнуют. В конечном итоге во что-то это выливается, когда человеку не все равно. Он развивается, он что-то хочет, он чем-то интересуется, вот он брылит внутри. Обычно это характеристика, конечно, молодежи, подростков. Ну и сейчас, кстати говоря, и молодежь уже доводит до такого состояния, что тоже мало интересуется. Такая интересная тоже идеология. А на Ювизжене я встретил много людей, которым не все равно. Меня это вообще очень удивило. Многие уже говорили, что такая концентрация вот думающих, критично относящихся к окружающему вообще миру людей. И иногда откроют для себя людей, они на какие-то такие темы говорят и прямо очень созвучно с тем, что ты чувствуешь. Это редко бывает. В ЖЖ, например, сложно, потому что там очень много людей. Или ты вот у себя в маленьком бложике, более-менее близкие тебе люди, кто-то и так знаешь. А если идешь в сообщество, раскрученное сообщество, там как 10 Ювиженов. Там 10 тысяч человек сидит и, короче, ты пишешь пост и просто тебя заваливают вообще. А там троллят по-жестокому вообще? Да. Там и троллят. Там просто профессора реально сидят. Там невозможно ни на одну тему вот так вот по-дилетантски высказаться в серьезном сообществе. Потому что просто тебе докажут, что ты вот никто вообще. Даже на кулинарные темы я побаиваюсь там писать сообщество. Потому что приходят люди и доходчиво объясняют, что ты вообще неудачник и тебе не надо этим заниматься. И поспорить сложно с ними при этом. То есть там авторитетные, там же реально и доктора наук сидят, и писатели, и все на свете. Многие по итогам блога свои книги выпускают. Там трудно понять. То есть ну и там такие волки сидят. А чем отличаются волки? Они не вступают уже в дискуссию. Они сразу тебе ярлык вешают. А ты вот из этих типа. Диагноз. Да. Все. Мы с таким уже разговаривали много раз. Ты свободен сразу. И ты даже не понимаешь, что ты не так сделал, что ты не так сказал. Никто тебе ничего объяснять не будет. Типа иди еще поучись мальчик. То есть такие какие-то вещи. А на Ювижне каждый там вот 15-летний может прийти, что-то сказать. Ну вот такие дураки, как я, еще приходят ему объясняют, что он не так говорит и зачем. Таких мало, конечно. Ну мне иногда это забавно. Вот это вот стихи там какие-то публикуют. Я прихожу, говорю, так не надо делать. Ну вот. Ну то есть, да. Шибутер был прав. На самом деле. И просто пока что еще такая небольшая концентрация людей и такой какой-то уровень достаточно ровный у всех. Не слишком там зашкаливающий. То есть нету таких бешеных авторитетов, которые просто вот так вот скажут и с ними невозможно спорить. И поэтому что-то интересное создается вот в этом процессе. Если еще варится такой суп. Вот сейчас такое интересное время. Я не знаю, во что это выльется там. Скорее всего, когда подрастет аудитория, больше вот это пойдет склонность к размежеванию, к личным там уютным бложекам. Скорее всего, как в ЖЖ каждый будет стараться оградить себя от троллей, от каких-то людей, которые ему не нравятся. А чем это интересно? Вот в ЖЖ тебя если человек забанил, то и все. И навсегда. А здесь он тебя добавил в черный список. При этом там в чужих постах вы соприкасаетесь, общаетесь. И вдруг понимать начинаете, что не глупый человек, о чем мы вот ругались. В принципе раз, открываешь с другой стороны. И как-то уже думаешь, ну вот неправильно я сначала мнение о нем составил. И открываешь для себя людей. Это вообще редко в жизни такая возможность бывает. Обычно в жизни как бы все первое впечатление составил. И все на этом. И избегаешь человека или там как-то вообще не уходишь. А оказывается, что можно же ошибаться. И можно исправить потом это, что интересно. Это вот такой полигон интересный. У меня такого опыта в жизни не было на самом деле. Ух! Макс, загрузил блин. Молодец. Я, знаешь Макс, мы там уже планы как-то на ты перешли. Да? А что тебе хочу сказать. Я сегодня реально понял, чего весь YouVision проголосовал, чтобы ты попал сегодня вот прям на интервью. И я этому тоже рад. То есть я в этот коммент я подписываюсь. То есть я за пацифиста. Тебе спасибо. Я не знаю, то есть чего сегодня было. То есть я как всегда не понимаю, чего там произошло. Я не поверишь, я интервью сам сажусь и смотрю. То есть для меня они такие же новые, допустим, как и для тебя. То есть, ну я думаю, ты меня поймешь, потому что там фиг, что мы там наговорили. То есть потом вот выясним. Комменты читать будем. Примует с тобой сила, Макс. Давай, береги себя. Спасибо. 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 Продолжение следует...